шалом дорогие друзья мы с вами продолжаем экспресс-курс пиркеа вот как стать ближе к творцу коротко четко и понятно очень интересно что в пиркеа вот поучение отцов постоянно написано такой-то-то великий праведник он говорил это другой говорил то в принципе они все говорили одно и то же они говорили тору почему же у каждого только одно высказывание два высказывания он говорил это а другое он что не говорил конечно говорил но это высказывание про которое написано он говорил он это повторял бесконечно как мантра он взял вот этот аспект как путеводительную звезду и он его постоянно по сто раз в день повторял и говорил ученикам чтобы прокачать в себе особенно вот это качество и так говорили наши мудрецы 15 мишна второй раздел рабелезер говорил пускай уважение к другу будет так любимо тобой как уважение к самому себе то есть мы все хотим чтобы нас уважали этому не нужно учить и объяснять это заложено в нас так научись уважать другого он тоже сын бога он тоже его создал бог и дал ему великую душу так уважая его тоже себя ты хочешь чтобы уважали тебя уважая его себя ты умеешь уважать научись и другого второе правило постарайся не любить быть в гневе мы постоянно гневаемся все получается не как мы хотим ой избежать этого практически невозможно но хотя бы не люби это не зажигайся легко старайся успокаиваться и когда мы что-то не любим мы не будем за этим бежать да мы будем гневаться но мы хотя бы будем жалеть об этом и не будем так часто это делать раскойся третье правило говорит рабелезер раскойся за день до смерти мы все будем на небесном суде отчитываться за каждую секунду о наших поступках ой какой будет страшно суд нужно все исправить исправляет раскаяние когда мы сожалеем бог прости больше так не буду успели это сделать за день до смерти секундочку откуда я знаю когда у меня будет день смерти поэтому делай раскаяние каждый день ведь ты не знаешь когда умрешь и грейся возле мудрецов от их света от их огня грейся учись у мудрецов сегодня есть youtube смотрите уроки на ютубе фейсбуке на сайтах кучу уроков мудрецов грейтесь об их угли но не забывайте что можно и обжечься то есть человек должен быть готов принимать информацию и не дай бог оскорблять мудрецов чтобы ты не обжегся и бойся и уважай этих людей потому что это божьи люди ассорт оскорбляя их ты оскорбляешь бога не уважая мудрецов очень большая раздача точно так же как кто сжигает книги ему просто будет очень плохо в жизни к сожалению кто не уважает мудрецов ведь их укусы это укус лиса их они могут укусить как как окрав как будто окрав по-русски как скорпион и их шипение как шипение змей это огонь мудрец это огонь очень опасайтесь всегда уважайте мудрецов всегда учитесь у них грейтесь об их мудрость об их свет но никогда не оскорбляйте величайшая мудрость раби эльезра